Эти слезы девочки пусть никого не пугают, ведь она получает иммунитет против кори на всю жизнь. Пугающая статистика начала 60-х. Каждый год в мире от кори погибает 2,5 миллиона детей. Инфекцию называют детской чумой. А я лично в детстве переболел корей. И это мое первое детское воспоминание о болезни, потому что я встать не могу. У кори острое начало, головная боль, температура под 40, сухой кашель, насморк, конъюнктивит. На 4-5 день появляется сыпь. Сначала на лице, потом на руках и ногах. Когда заболевание наступает, то оно же наступает как респираторное заболевание, ну или там просто заболевание с температурой. И поэтому его очень легко спутать. У нас практически нету никаких признаков, ну кроме одного. На ранней стадии там бывают надёжно в такие очень характерные высыпания. Но, во-первых, кто будет надёжно смотреть? У этого мальчика развился гингивит и стоматит. Это основные осложнения кори. Даже через 2-3 года осложнения могут ударить по нервной системе, дыхательной, органам зрения и слуха. Это энцефалит, пневмония, атид. Вирус кори у нас размножается в клетках иммунной системы. Ребёнок, который получил какие-то детские вакцинации, имел приличный уровень антител к чему-то. После того, как он переболел натуральной корью, у него повышен риск получить эти заболевания, против которых он вроде как был бы привит. Врачи называют корь чемпионом по заразности среди инфекций. От одного заболевшего вирус могут подхватить 12 человек. Уберечься от заражения корью, если ты оказался в контакте с заболевшим, практически невозможно. А дальше вступает естественный отбор, как в средневековье. Как остановить заразу, придумали советские учёные. Разработали вакцину. В 68-м начали поголовно прививать детей во всём Советском Союзе. Врачи были уверены, смертельный вирус под контролем. Обязательная профилактика кори в Советском Союзе привела к резкому снижению заболеваемости. Считали так, если на миллион человек один заболевший, значит инфекцию победили. К середине 2000-х корь почти забытая детская болезнь. Но привитые и подросшие в это время сами становятся родителями. Заявляют, что своему ребёнку ничего колоть не будут. Всё, как делают антиваксеры на Западе. Франция была одной из самых антивакцинаторских стран. Но когда у них вот тоже в 17-18 году начались массовые вспышки, правительство за это взялось очень сильно. Ввели реестры. Почти все страны пережили период антивакцинаторства. Только одни из этого сделали уроки, а другие нет. Школа в Томске – наши дни. Из-за одного заболевшего ребёнка все классы отправили на удалёнку. Мера необходимая, особенно после проверки прививочных карт. Около 200, может быть, больше не привитых из этой тысячи. Кто не желает, пишет отказ, указывает причину. И на время карантина их отстраняют. В начале апреля на дистанционное обучение перешли три московских вуза. По предварительной информации, студенты подхватили опасный вирус в общежитиях. У нас обход, в вашем доме вспышка корень. В многоквартирных домах вирус разносится по вентиляции. В Приморском крае на контроле у врачей оказался весь подъезд. В начале марта в регионе заболели сначала двое детей, потом ещё трое. В Сибири эпидситуация ещё сложнее. В Кемеровской области несколько лет показатели по коре были нулевые. В этом году уже 35 случаев. Один из самых крупных очагов заражения в России – Дагестан. Лабораторно подтвердили 188 случаев заболевания. Медики объясняют рост отказом от вакцинации. В стационар ежедневно поступают пациенты с корью, а иногда поступают с семьями по четверо-пятеро детей. Очаги кори уже в каждом втором регионе России. Количество заболевших приближается к 800. На фоне недавних ковидных показателей кажется немного. Но если сравнить с заражением кори в прошлом году, цифры выросли в десятки раз. В Таджикистане, Грузии и Молдове официально случаев заражения нет. В Казахстане с начала года корь обнаружили почти у 200 человек. Основная часть – дети. В Кыргызстане медики зафиксировали 41 случай. При этом за весь прошлый год был только один заболевший. В Армении 50 случаев. Вспышка началась с одного ребенка, который заразился во время отдыха. В России уже началась так называемая подчищающая иммунизация. Перед этим взрослые могут сдать анализ на наличие антител. В первую очередь прибивают врачи, учителей, водители общественного транспорта. Но все желающие тоже могут подставить плечо. У меня четвертый ребенок этот, поэтому мы по нужде каждый раз, когда надо, мы это все делаем. Сразу после рождения ребенок получает антитела от матери, если она привита от кори или переболела. Их хватает на 12 месяцев. Поэтому в год детей вакцинируют первый раз, затем перед школой в 6 лет. Во взрослом возрасте тоже нужна ревакцинация. Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать это каждые 25 лет. Порь уже не детская болезнь. Она начала выбирать взрослых, когда вернулась из прошлого века. Причем не одна. Появляются и другие забытые инфекции. Сибирская язва, полиомиелит и холера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова